19.08 в Москве. Это программа «Особое мнение» в студии Леся Рябцева. И мой гость сегодня Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Алексей Алексеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Как вам Новый год? Никак. Не чувствую. Для 2 января еще не чувствуете. Хочу начать, собственно, с вашего обращения, которое можно почитать на сайте «Эхо Москвы». Это было поздравление, обращение, не знаю что. Но там мне запомнились две фразы. Первое – это про то, что в 2014 году, по вашим словам, «Эхо Москвы» и вы справились, а в 2015 вы справитесь. У меня, собственно, вопрос. А кому вы это писали? Кого вы хотели напугать? Ну, это я написал, прежде всего, нашим слушателям и посетителям сайта, потому что 2014 год был для нас чрезвычайно сложен. И даже Володя Варфломеев написал и опубликовал такую таблицу всех наших приключений в 2014 году, и было абсолютно неочевидно. И с начала года, и по конец года, что мы в том же составе будем на «Эхе Москвы». Ну вот, год закончился, мы справились с этой проблемой. В том же составе это практически? В том же составе «Эхо Москвы» – это люди, это не студии. Это люди, это журналисты, это руководство, это прежняя редакционная политика. Было неочевидно, что она останется прежней, потому что все-таки редакционная политика у нас в «Автократе» определяет главный редактор по уставу. Любой человек, но именно он. А в 2015 году у нас другие вызовы, они тоже есть. Это, прежде всего, конечно, политические вызовы, никуда давление не снимется. Мы по-прежнему будем продолжать свою редакционную политику, не зависящую от мнения даже акционеров. Я уж не говорю о руководстве страны или, наоборот, о тех, кто критикует руководство страны. Это будет тяжелый экономический год. Все говорят о том, что реклама упадет на 20%. Мы об этом еще поговорим. Да, это будет переезд, скорее всего, март-апрель. Это тоже большие вызовы. Ну, вот-вот, и много всяких забот. Что я сегодня сижу здесь, сегодня выходной, вчера выходной, я сидел с бюджетом. Для меня это сейчас главный вызов. С бюджетом, потому что кризис на дворе? С бюджетом, потому что кризис во дворе, и хотя прошлый год Эхо закончило с прибылью, и даже с большей прибылью, ну, 14-й год с прибылью, а это в 2015 году явно будет дефицитный бюджет, да, это абсолютно чрезвычайно. Это приведет к чему? Это уже приведет к сокращению твоей зарплаты. Моей-то тем более. И моей зарплаты, тем более и всех, и всех не зарплаты. А это приведет к тому, что люди будут работать больше, а получать меньше. А, по-моему, на Эхо и так сейчас. Ну, мы найдем. Мы найдем резервы с генеральным директором, но это проблема, это реальная проблема. Это приведет к тому, что у нас возникнет вопрос вот с RTVI, то, что вы сейчас нас видите все, потому что это переезд, переезд в телевизионные студии, это тоже достаточно сложно, тогда надо тянуть кабеля. Есть вопросы от слушателей, очень много вопросов по поводу переезда. Да. Многие думают, что он уже случился. Не-не-не, решение случилось. Мы думаем, что это будет апрель-май или март-апрель-май, но мы, во всяком случае, рассчитываем на это, потому что это же не офисы перевести, не кабинет главного редактора, это же нужно студию перевести, это электричество, это оптоволокно. Да, это нужно звукоизоляцию, светоизоляцию и так далее. Если эхо Москвы будет в минусе по прогнозу или будет в нуле, то за счет чего этот будет переезд? Вот, кстати, этот переезд и создает там дефицит за счет твоей зарплаты и моей зарплаты. Моя зарплата не такая уж большая, что будет за счет нее можно переездить. Будем искать дополнительные источники финансирования, развивать рекламную службу. В любом случае, мы, те, кто получал все эти годы дохода только от рекламы, не брали ни копейки, ни кредита, ни копейки у акционера, у «Газпрома», перед нами встанет вопрос, где брать деньги. Да, это такая дыра. Поговорим об акционерах как раз. Лесин ушел. Лесин ушел. Ушла Павлова. Павлова ушла. Приходят новые люди. Вы с ними общались по поводу кризиса, по поводу эхо Москвы? С генеральным директором новым Михаилом Деминым я общался по поводу кризиса. У нас совпадают, пока совпадают взгляды на то, как его преодолевать, где сокращаться, где ужиматься, где искать дополнительное финансирование. С новым руководителем «Газпром-медиа» Дмитрием Чернышенко, бывшим председателем нашего Олимпийского комитета, вернее, председателем руководителем, председателем там был, Александр Жуков. Я еще не говорил, но мы, конечно, с ним знакомы и общались. Не так, как с Лесиным, но общались. По-моему, он вменяемый. По поводу Лесина. Многие говорили, что раз ушел Михаил Юрьевич, то, может быть, эхо Москвы стоит забыть про свои обещания, там не отстранять Плющева от эфира, не вводить кодекс в соцсети, не исправлять ваш трудовой договор, а, собственно, вы решили, что вы все равно доведете эти три дела до конца. Это же мое обещание, потому что это мое обещание, потому что свои обязательства надо выполнять. Если ты взял на себя обязательства, не ссылайся на внешние факторы, которые тебя принудили. Что касается кодекса или, вернее, поправки, по-моему, никто их уже не критикует, потому что удалось создать стандарт, и мне кажется, что это правильно, и, как мы знаем, собрание журналистов их утвердило каждый пункт, причем каждый пункт получил большинство голоса от списка, даже не от присутствующих, от списка журналистов. Это важно. А что касается Саши Плющева, он 15-го выйдет в эфир и будет работать. Что касается моего трудового договора, я никогда не подпишу то, с чем не согласен, как не подписал бы эти поправки в УСТА. Вот если бы не был согласен с тем, что ты предложил, и твоя рабочая группа, я бы не поддержал бы абсолютно точно. Если человек берет обязательства, он публично, тем более он их выполняет. — Радиостанция их в Москве потеряла не только, скажем, внешних сотрудников, внешних нашей команды, да, то есть там Лесина и так далее, но еще и внутренние. Например, наши эксперты Эдуард Лимонов и Игорь Каспаров отказались сотрудничать с радиостанцией, каждый сославшись на свои причины. — Противоположные. Один сказал, что мы поспешники Путина, Кремля, а второй сказал, что мы топим за Гуздеп. Ваше мнение? — Мне очень жаль, мне казалось, что люди, которые долго жили на Западе, а это Эдуард Лимонов и Гарри Каспаров, которые сейчас там живет, они понимают, что такое медиа. Медиа – это не политическая партия, медиа – это не собрание единомышленников, то есть это собрание единомышленников, журналистов с точки зрения работы, но не с точки зрения идеологии, как в партии. Поэтому на Эхе Москвы представлены разные точки зрения, и если Гарри Кимыч и Эдуард Вениаминович захотят публиковать свои блоги и возобновить это, да, велкам, никакого вопроса нет. Но еще раз повторю, для меня СМИ – это не партия, здесь не может быть одной точки зрения, здесь на Эхе всегда были высказывались даже самые радикальные точки зрения. И если бы Гарри Кимыч знал, сколько мне пришлось претерпеть для того, чтобы он мог публиковаться на Эхе, как меня шугали, таскали и щиняли, и то же самое Лимонова, да, которому говорил, он запрещенная партия, у тебя не должно его быть. Я говорю, это я решаю, кто у меня должен быть. Это не потому, что они должны быть мне благодарны, потому что такая позиция была. И мне в этом смысле что Навальный, что Володин. Очень жалко, что Володин не дает нам интервью, да, но Алексей Навальный нам дает интервью, и слава богу, ну, партия «Единая Россия», Жириновский, оппозиции системные, несистемные, радикальные, нерадикальные, они должны быть представлены на Эхо Москвы. Эта позиция не менялась на протяжении всех 24, там, четырех с половиной лет, и мы входим в 25-й год. Эта позиция была придумана, ну, для Эхо Москвы заложена Сережей Корзуном и Сережей Бунтованом, главным редактором и первым замглавного редактора. Когда только начинали, я в этом ничего не меняю. Я специально посмотрел к эфиру, ты знаешь, если я подумал, а с какого года, вот, говорят, у вас много Шевченки, с какого года у меня Шевченко на Эхе в особом мнении, знаешь? Нет. С 2002-го. Всего лишь. Всего лишь. А Проханов был с 2005-го. Сейчас его нет. Сейчас его нет, но есть Сергей Шаргунов. То есть вы замену уже. Да, я нашел замену, потому что должна быть взвешенная позиция, имея в виду, для слушателя. Замену Лимонова и Каспарова найдете? Я надеюсь, что они вернутся, я их приглашаю. Нет, этим людям замены, конечно, найти невозможно. Это совершенно уникальные люди, и я буду пытаться сделать так, чтобы они продолжали участвовать в этом процессе. Если нет, ну нет, но это их выбор. Это программа «Особое мнение». Алексей Венедиктов, вернемся после рекламы. Программа «Особое мнение». С вами в студии Леси Рябцева. Алексей Венедиктов мой гость, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Раз уж мы говорили про наших экспертов, про Лимонов и Каспарова и так далее, давайте перейдем к сайту. У сайта «Эхо Москвы» поменялся дизайн в августе, у нас появились новые рубрики, проекты и так далее. А есть ли какие-то цифры? Он вообще популярен или он упал? Он упал после августа, он упал, сейчас он начинает добирать. Сейчас у нас 4 миллиона 200 тысяч визитов ежедневно и 789 тысяч уникальных пользователей ежедневно. Он стоит круто, он стоит выше, чем Рео Новости, он гонится за лентой. Ну вот такие вот истории, он популярен, он реально популярен. Аудитория, мы потеряли новую? У нас новая аудитория появилась, безусловно, мы это видим по регистрирующимся людям, у нас же есть люди, которые регистрируются, чтобы для того, чтобы оставлять комментарии без ограничений, без премодерации, можно зарегистрироваться. Мы видим, да, большая новая аудитория, это правда. А прошлый декабрь, я тебе могу сказать, за год у нас было 430 тысяч уникальных пользователей, а сейчас 738, плюс 67%. Да, неплохо. Учитывая, что новый сайт не всем был удобен, но мы не критиковали. По поводу критики, все критикуют Голубева. Так. Вопрос о слушателе, не пора ли закончить уже эту историю Алексея? Это слушатель Михаил Юрьевич Лесин-Бис, что ли? Видимо. Значит, нет, не пора ли закончить эту историю? Я уже говорил неоднократно, что на их работают журналисты с разными взглядами, разными точками зрения на разные события. Вот сегодня Алексей Голубев и Евгений Бунтман, как соведущие разворота, дискутировали друг с другом по поводу того, что было на манежке, о чем, собственно, и писал Алексей Голубев в своем блоге. Не надо со мной играть в «Маленьких лесинах», это не так. Я с Сашей Плющевым по поводу его твита сказал до всего, до всей истории, что я про него думаю, про твит. И Алексею Голубеву я тоже выразил свое несогласие с тем, что он написал. Но это совершенно не значит, что они должны под диктовку главного редактора делать то, что они считают неправильным. Значит, разные люди, разные мнения, ну, вот так. Я скажу нашим слушателям, что блог Алексея Голубева был про Манежную площадь, сбор за братьев Навальных. Алексей Алексеевич, что вы думаете по поводу этой истории, которая была 30-го числа? Это была удачная акция? Ты знаешь, это была удачная акция. Я хочу сказать, что, конечно, очень мужественный поступок Алексея с огромной долей риска. Невозможно было прогнозировать, что с ним могут сделать, если его завинтят. Ну, его и завинтили, собственно говоря, но дальнейшие последствия. Это же была провокация. Зачем? Это надо спросить Алексея, мы же запросили у него интервью, он пока не дал ответа. Зачем? Зачем это он может объяснить, но в любом случае, я думаю, я не знаю, я предполагаю, что Алексей понимает, что его, как бы сказать, упаковывают, да, что он должен сидеть вот в этой квартире, где мы с тобой были, где мы брали интервью, и не высовываться, и не иметь никакой возможности. Он просто проломился и вышел на воздух. Я сейчас не говорю про отношение к брату, это очевидно. Но, тем не менее, вот, да, пусть меня посадят, но я публичный, я вождь, я руководитель, я демонстрирую мужество. Вот вы сидите дома, и вам ничего не грозит, а я знаю, что мне грозит, я вышел. Это такой мужественный поступок. Некоторые считают, что это глупый поступок. Вообще умных поступков вообще маловато. Мы никогда не знаем, я имею в виду уже по жизни, мы никогда не знаем последствий. Всех прочитать невозможно. Это, конечно, сильный был ход, но и власть сыграла очень аккуратно. Испугалась? Нет, слушайте, ну, она посчитала. Люди, которые при большинстве посчитали, что выгоднее сейчас закрыть Алексея и вызвать, и сделать из него жертву, и Манделлу, и кого хотите, да, или оставить его сидеть в этой квартире с этим вот электронным браслетом, пусть себе сидит. Может быть, они снова лишат его права там на что-нибудь, там на переписку, там на интервью и так далее. Может быть, не знаю. У меня нет такой информации. Но понятно, что превращение Навального в реального человека, сидящего в колонии или в тюрьме, это, конечно, добавило ему популярности, и во власти этого не хочет. То есть это новый Ходорковский в перспективе. Да, это мог стать новым Ходорковским, потому что тот отсидел 10 лет, этот нет, но те, кто считают с другой стороны, я тоже не очень понимаю, там, что вы хотите, это же невозможно вечно продолжаться. Конечно, можно там вечно навешивать ему условные 40 по-разному, там, за неправильный переход улицы, да, там, за не ту картину, да, не, ну, хорошо, за картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Правда, это невозможно долго длиться, это вызывает смех. Когда власть вызывает смех, это последняя стадия агонии. Поэтому я думаю, что там сидят люди, которые сейчас считают, чего делать дальше, потому что этот суцванг, каждый следующий ход лишь ухудшает положение. Вы входите в Общественный совет про МВД. Да. К вам обращались за советом, вы давали бы соняться? Нет, я не ходил последние полгода на Общественный совет про МВД, даже получил выговор такой, пока устный, вот в январе, видимо, получил по голове. Нет, дело не в этом, повестка дня, вот когда я был в Общественном совете при Главном управлении внутренних дел Москвы, вот тогда мы сделали много, тогда мы защитили журналистов, тогда полиция получила некие правила поведения на массовых мероприятиях, и это сделал наш совет с согласия тогдашнего начальника, нынешнего министра Колокольцева. Сейчас я не очень понимаю там какие-то там вопросы, которые не касаются отношений между властью и полицией, между властью, полицией и людьми, которые гражданами на улице, мне это неинтересно. Давайте поговорим про власть. Ну, попробуйте. Время, вы постоянно повторяли в эфире о том, что вы не понимаете Путина, что вы с ним давно не встречались, вас там не приглашали на какие-то приемы, на встречи с главредами, но я знаю, как ваш помощник, что вы были на приеме новогоднем. Вы встретились с Путиным, был ли разговор, какое его настроение? Мы встретились с Путиным, разговор был очень короткий, суммарно он был как бы обычный, я могу говорить только то, что я говорил, естественно, я говорил, что я вот такой, какой есть, эхо такое, какое оно есть, и если вы хотите смысл другого эха, то нужен другой главный редактор. Это вот эта история, это был смысл, но что касается президента, то у него было хорошее настроение на этом приеме, я вот наблюдал за ним, даже не разговариваю, вот то, что я сейчас говорю, я наблюдал за ним, у него было очень хорошее, не просто уверенное, это не на сцене, он стоял, к нему подходили люди, окружали люди, там жены чьи-то там, да, там, фотографировали, селфи делали, вот, у него было очень хорошее настроение, что меня, честно говоря, удивило и усилило моё неправедение. Понимание того, что он думает и как он прогнозирует, потому что я не понимаю, я просто не понимаю, поэтому я думаю, что после января, поскольку там, как бы, какие-то ходы я делаю, мы всё-таки попробуем получить у него интервью, я реально не понимаю, почему у него хорошее настроение, у меня плохое настроение, у него хорошее. Ну, почему? Ну, потому что кризис, потому что в стране экономический кризис, потому что нарастает международная изоляция, всё, ради чего он 15 лет, а сегодня вот 15 лет, да, как он и он, ну, не сегодня, в смысле, 31-го было, да, власти, это имплантация России в клуб великих держав, да, и это процветающее экономическое развитие, он всегда это декларировал, с 99-го, с 2000-го года. Сейчас с точностью, да наоборот, что быть в хорошем настроении, я не понимаю, нет, я не понимаю мотивации, да, то есть я вижу, что он в хорошем состоянии, а с другой стороны вижу кризис и вижу нарастающую изоляцию. Что тут хорошего-то? По отношению к вам Кэхо вы чувствуете, думаете? Я думаю, что ему всё равно, он там, как бы, я ему высказал и высказывал, и высказал некую позицию по поводу того, что происходит вокруг, но я думаю, что ему глубоко наплевать на мою позицию, он с ней не согласен. Может, ему просто не доехо, не доехо? Ну, неинтересно, это не вопрос эхо, да, это вопрос, вот стоит человек с ним разговаривать, но ему всё равно, вот то, что моя позиция. Это значит, что он уверен в том, что он делает правильно, там, с какими-то девиациями, это значит, что точка зрения людей, которые не ходят постоянно к нему, да, она, в общем, ей можно пренебречь, я бы сказал так. Я думаю, что он пренебрегает, ему, конечно, не доехо, ему, конечно, не до маленькой радиостанции, даже такой крикливый, я бы сказал, но, это не я сказал на самом деле, но очевидно, что он занят другими делами. Ещё раз повторяю, меня поразило, это вот то, что я увидел на приёме, абсолютная уверенность и расслабленность, не просто уверенность, знаешь, в боевой форме, у него бывают такие, когда он в боевой форме, там, вот во время войны с Грузией, да, когда в 2008 году мы встречались, да, он был абсолютно напряжённый, как струна, очень жёсткий и чёткий, здесь всё хорошо. Может, этого и стоит бояться, что он слишком расслаблен? Ну, я слово бояться бы не стал, ну, что тут бояться, но я пытаюсь понять, для меня непонятно, для меня понимание больше не стало, а стало меньше. Программа «Особое мнение», прервёмся, вернёмся через несколько минут в эфир. Программа «Особое мнение», в студии Леся Рябцева, у меня в гостях Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», и хочу прочитать несколько сообщений от наших слушателей. Напоминаю, что номер для СМС 985-970-4545. Вы грозили сократить нововведённые рекламные куски с Нового года. Получилось, спрашивает Владимир? Да, получилось, вот эти рекламные куски, которые начинались по Москве в 47-ю минуту и заканчивались в 49-ю, вот, их удалось сократить, потому что они не заполнялись рекламой. То есть, они будут раскрываться, когда будет реклама. То есть, их как бы не будет, а если будет реклама, то они будут. Да. Реально ли падение цены на нефть в этом году до 20 долларов, спрашивает тот же Владимир? Знаете, меня сейчас обеспокоило сообщение о болезни короля Саудовской Аравии. Я думаю, что это безусловно повлияет на цену на нефть. 90-летний старик вставили трубку для прочистки лёгкого. Это такая непростая история, и там, конечно, строгое наследование, но всё равно, так же, как на Эхе, политику Саудовской Аравии определял один человек. Это король. И следующий король, его брат, который придёт, ему, по-моему, 80-4, это такая тяжёлая история. Он может занять слегка инновую позицию, поэтому цена на нефть может ходить из-за болезни и возможного ухода короля Саудовской Аравии. Такой экспресс-комментарий экономический от Алексея Эдиктова. Дмитрий спрашивает, на чьей вы в стране в конфликте Интер? Про телеканал Интер. Напомню, что украинский телеканал Интер просит лишить лицензии за показ новогодней ночи Кобзона и Валерии, которые вошли в чёрный список. Я всегда на стороне журналистов. Я считаю, что то, что сейчас делают с каналом Интер, это то же самое, что в России делают с ТВ-2. И если я здесь защищаю ТВ-2, то с какого переляку, перепугу я буду там не защищать Интер? Я считаю, что Интер может показывать, даже если страна ведёт войну, это концерты, это для населения очень важно. Раз они смотрят, значит, надо показывать. Галина Один задаёт вопрос на сайте. Вы активно поддержите нашу телекомпанию ТВ-2. Как вы оцениваете наши перспективы, если честно? Если честно, я их оцениваю очень, так сказать, неоптимистично, да, пессимистично. Во-первых, есть общий ландшафт, и 2014 год – это год, когда многие редакции были либо заменены, либо заблокированы, как в интернете, там, некоторые сайты, в том числе Каспаров.ру. Вот, поэтому общий ландшафт и общая погода негативная. Ну и кроме того, естественно, я пытался в своих разговорах с людьми, принимающими решения, выяснить, что же всё-таки происходит. Знаете, впервые за 15 лет моего лоббирования интересов журналистов, интересов других компаний медийных, мне никто не может дать ответ. И это самое удивительное. Мне никто не может объяснить, что случилось. Никто. Вот никто. И это, на самом деле, очень странно. А кто решение-то принимал тогда? Ну, к президенту с этим идти, я думаю, он в курсе. Фархад из Оренбурга спрашивает снова про эфир радиостанции. Куда вы задвинули железный занавес? Железный занавес, я его не задвинул, я его задёрнул. Занавес задёргивается. К сожалению, нам не удалось получить такую стыковку, которую я хотел, такой, знаете, «Союз Аполлон», такой шаттл. У меня резко стали уходить слушатели именно с этого часа. Но для примера могу сказать вам, что если в предыдущем часе мы там на третьем месте, то в этом часе мы упали на восьмое среди 54 радиостанций. Поэтому я временно закрыл проект, я должен его осмыслить, признаю, что он сделан был на коленке. Может быть, вернусь, но как-то по-другому. Моя ошибка, моя вина. Передачу вы начали в конце 2014-го, закончили в начале 2015-го. Есть ли ещё какие-то новые передачи на радиостанции, новый проект? Сейчас один проект готовит Таня Фельгенгауэр, это будет её час, который она будет вести. Только что мы запустили с Андреем Позняковым и Алексеем Голубевым час, который имеет условное название «Воскресный городовой». Я знаю, что там есть разные варианты. Это час про мегаполис, «Московский час». Он только одна прошла, передача «Послушайте в это воскресенье» другой. Я предложил ещё Оксане Чиж делать передачу, я думаю, что она уже доросла до этого. Вот, собственно, ну и сбитый фокус будем продолжать. Пока так. А так ничего особенного менять не надо, мы хорошо стоим, что называется. Хорошо в смысле... Хорошо в смысле по рейтингу, по цитируемости, по репутации. А Владимир отмечает, что «Городовой» воскресный, о котором вы то что говорили, это туфта, повтор тухлых новостей с круговоркой. Может, расскажете, а в чём была идея передачи? Ну, Владимир, наверное, слушал какую-то другую радиостанцию. Это совсем не туфта, это история о том, о тех новостях, которые на неделе говорились с круговоркой, городских новостях, о которых мы разворачиваем с мотивацией, причём не только про Москву, а как это в других мегаполисах решаются те или иные проблемы. Поэтому, если Владимиру не нравится, есть всегда замечательный способ пропустить один час. Радиостанция федеральная, а час про Москву. Он не про Москву, он на примере Москвы про проблемы крупных городов. Проблема вывоза мусора – это проблема всех городов. Проблема парковок – это проблема всех городов. Проблема уборки снега – это проблема всех городов. Проблема платного въезда – это проблема всех городов. Проблема сохранения исторического наследия при новой модернизации – это проблема всех городов. Поэтому мы будем с этой точки зрения смотреть. — Илья из Реославля спрашивает, на ваш взгляд, чего не хватает российской оппозиции, численности или решительности? — Я думаю, что проекта не хватает, на самом деле. Вот Борис Немцов-то тоже написал на сайте «Эхо Москвы. Блог». — За вами повторил, Илья. — Да, но он написал, что требуется духоподъемная политическая программа. Я аж вспомнил про духовность. — Потому что они все про духоподъемные, они все пишут. Где он ставит первым пунктом, это отставка добровольная, отставка Путина при гарантиях. Но отставка Путина не приведет к смене режима или к смене системы управления. Есть премьер, который возглавит, есть люди близкие Путину, которые останутся. Поэтому я не понимаю. То есть нет проекта. Что вы хотите предложить людям? — Будет ли революция в 1917 году? — спрашивает Антон из Красноярска. — Революция в смысле люди пойдут на зимний. Я просто хочу терминологию сказать. Люди пойдут на Кремль, так Путин не в Кремле, он за городом. Я не думаю. Я вижу, что власть достаточно устойчива. — Глеб Павловский, вы несколько раз говорили о том, что есть два возможных сценария развития изменений в стране, назовем это так. То есть либо это снизу вверх, то есть из народа народ, как вы говорите, пойдет на зимний, либо второй это дворцовый переворот. Насколько вы оцениваете риски и шансы такого сценария? — Я думаю, что если считать на коротком плече, скажем, до 1918 года, то я вообще не вижу таких рисков для Путина. Что касается после, то я бы поставил скорее на дворцовый переворот. — Как вы думаете, у Путина есть преемник? — Нет. Это история 2008 года, когда он реально счел Дмитрия Анатольевича преемником. Это реальная была история, он реально передал ему власть. И каждый раз, когда мы встречались с главными редакторами и чего-то критиковали, он говорил, подождите, это президент, он набирает силу, он набирает мускулу, он набирает мощь. Это президент. Он все время с подчеркнутым уважением, демонстративно, в закрытом режиме нам говорил, это президент, имейте и относитесь к нему, как ко мне, это президент. Как ко мне, к президенту бывшему. А что касается, и он понял, что, как я понимаю, он понял, что Дмитрий Анатольевич не готов, что Дмитрий Анатольевич совершал ошибок во внешней политике, он уже говорил про это даже публично, там Ливия, во внутренней политике излишняя демократизация. И он вернулся именно потому, что он счел, что не готов к преемникам. Верите ли вы в его рейтинг? Ну, цифра лукавая, конечно, 85, но то, что, если мы это начнем фрагментировать по вопросам, верю ли я, что большинство Российской Федерации поддерживает Путина по вопросу Крыма? Да, большинство Российской Федерации поддерживает Путина по вопросу Крыма. По каким вопросам? Поддерживает ли большинство Российской Федерации то, что Путин не подпускает оппозицию близко? Нет. Не большинство населения Российской Федерации. Надо фрагментировать, что такое рейтинг Путина. Верю ли я, что он может победить в 2018 году? Да. Потому что знают, что нынешние законы ни одного там сущностного противника не допустят до выборов, а он победит. Раз уж мы говорим про его политику, Дмитрий спрашивает, проект Новороссия закрывается? Я думаю, что проект Новороссия закрывается в том виде, Дмитрий, мне кажется, в каком он был начат. Начат он был в виде, на мой взгляд, это отторжение вот этой дуги до Приднестровья, включая Харьковскую область и туда дальше. Это не получилось. И в этом направлении, как мне кажется, он закрывается. Но он не закрывается в том смысле, что эта территория, на мой взгляд, будет достаточно автономна. Это, скорее всего, это будет Приднестровье-2. Если не собьют какой-нибудь очередной боинг, то есть не будет какой-нибудь мощной истории, которая обострит резко отношения и произойдут вооружённые столкновения такого большого масштаба. В принципе, это должно гнить, как Приднестровье-2. — Раз уж мы вспомнили «Боинг», вы говорили о том, что ополченцы его сбили. — Я говорил о том, что та информация, которая у меня есть, открытая информация, после анализа, в том числе со специалистами, приводит к мне смысл, что на тот момент 95% за то, что его сбили ополченцы по ошибке, приняв его за другой самолёт. И ничего не изменилось. Все вот эти выплески, которые происходят там, то там, то там, гораздо больше вопросов возникает, чем ответов. Я по-прежнему считаю, что, может быть, где-то лежит информация. Послушайте, я был в Национальном центре обороны новом нашем, да, я вижу, как там сделано наблюдение со спутников Земли над небом туда далеко. Такие же точно центры есть у американцев, такие же точно центры есть у НАТО. Послушайте, если там рядом летел самолёт, ну дайте снимки. Но ведь не дают. — Тем не менее, вас обвиняют в клевете. — Ну, в клевете в суд. Я же высказываю мнение своё, но пусть обвиняют. Это моё мнение. Вот будет другая информация, будет другое мнение. А пока никакая информация, потому что то, что происходит, это не информация, не противоречит тому, что моё мнение правильно. — У нас осталось пару минут. Давайте подвинём небольшой итог информационной, сектор информационный, назову это так. Да, телеканал «Дождь» теперь вещает из квартир. Интер пытаются лишить лицензии. ТВ-2, Томский, закрыли всё с 2015 года. «Эхо Москвы». — «Эхо Москвы» на месте. — Окей. Вот это всё, это общая война, прижимание, глотки? — Ну, конечно. Очевидно, что с учётом радикализации и власти, и оппозиции, власть пытается информационное пространство поставить под контроль. Я бы сказал, больше. В этом году было нанесено несколько ударов по интернету. Я имею в виду по информационным сегментам в интернете. Принятый закон. Нет, нет, законы принимаются. Роскомнадзор в данном случае – исполнитель. Нельзя то, нельзя то, нельзя то. Заключают, заключают. Поэтому на самом деле власть готовится к противостоянию. — Чему? — Противостоянию с недовольными людьми. Не обязательно с оппозицией, с недовольными людьми. И власть прекрасно понимает, что в современном мире недовольные люди, которые сидят по своим домам, по своим квартирам, мы это видели, например, Молдова и Египта, они как бы объединяются, призываются через интернет. Через интернет, как медиа большое, как почту. Поэтому, естественно, власть ставит под контроль эти процессы. — То есть те СМИ, которые вещают в интернете, подвергаются большей угрозе? — Я считаю, что большей угрозе, да, потому что интернет теперь гораздо больше и шире, чем телеканал «Дождь». И при всем моем уважении «Эхо Москвы». — Ну, за дело только «Эхо Москвы» и «Дождь». Это была программа «Особое мнение» Алексея Вендиктов. И увидимся через несколько дней. Субтитры создавал DimaTorzok